Всем привет! Продолжаем знакомиться с технологией CUDA и с языком CUDA-C от NVID-E. И в основу взята книга «Технология CUDA в примерах. Введение программирования графических процессоров» Джейсон Сандерс и Эдвард Кендрадт. И, скорее всего, это последнее видео, мое последнее видео в этом цикле по NVID-E. Возможно, когда я буду разбирать какие-то другие темы или алгоритмы, то как бы буду возвращаться к CUDA. А возможно, нет, не знаю, все зависит от времени. Потому что нужно осветить еще другие темы, а тем очень много, времени мало, и канал как бы не очень сильно растет. Ну и, судя по просмотрам, то эти видео тоже пока не очень популярны. Поэтому сегодняшнее видео на данный момент будет последнее. Итак, сегодня рассмотрим текстурную память. Что это такое? Итак, при рассмотрении константной памяти мы видели, что при определенных условиях использование специальных видов памяти может заметно ускорить работу приложения. Мы также научились измерять выигрыш и тем самым получать информацию для принятия обоснованного решения. В этой главе мы покажем, как выделить и использовать текстурную память. Это еще один вид памяти, предназначенный только для чтения и позволяющий повысить производительность и сократить трафик между процессором и памятью при определенных способах доступа. Хотя изначально текстурная память предназначалась для традиционных графических программ, ее можно с успехом применять и в некоторых вычислительных приложениях GPU, то есть графического процессора. Итак, идем дальше. Вы уже знаете секрет. В программах на CUDA-C можно использовать еще один вид доступной только для чтения памяти. То есть мы использовали константную память и вот можно еще использовать текстурную память. Хидроумный механизм текстурной памяти GPU применим и к вычислениям общего назначения. Хотя Nvidia проектировала текстурные устройства для поддержки классических конвейеров рендеринга OpenGL и DirectX. У текстурной памяти есть некоторые свойства, делающие ее чрезвычайно полезной для вычислений вообще. Как и константная память, текстурная память кешируется на кристалле, поэтому в некоторых случаях позволяет уменьшить количество обращений к внешнему DRM, то есть к внешней памяти. Если быть точным, текстурные кеши предназначены для графических приложений, в которых доступ к памяти характеризуется высокой пространственной локальностью. В вычислительном приложении общего назначения это означает, что нить с большей вероятностью будет обращаться к адресам, расположенных рядом с адресами, к которым обращаются близкие нити. Близкие нити, вот они. То есть мы сегодня рассмотрим такой небольшой теплообмен, эмуляцию теплообмена. Так вот, еще раз повторю последнее предложение. Смотрим на картинку. В вычислительном приложении общего назначения это означает, что нить с большей вероятностью будет обращаться к адресам, расположенным рядом с адресами, к которым обращаются близкие нити. То есть вот нити, которые рядом, и они с большей вероятностью будут обращаться к соседним адресам. С точки зрения арифметики, четыре показанных на этом рисунке адреса не являются соседними, поэтому не будут кешироваться вместе при использовании стандартной схемы кеширования, применяемой на центральном процессоре. Но текстурные кеши GPU графического процессора специально разработаны для ускорения доступа в таких ситуациях. Поэтому применение текстурной памяти вместо глобальной может дать выигрыш. А как мы увидим дальше, такой характер доступа к памяти вовсе не является чем-то исключительным. Итак, как я уже сказал, рассмотрим моделирование теплообмена. Физические модели одни из самых вычислительно сложных задач. В них надо находить компромисс между точностью и вычислительной сложностью. Поэтому в последние годы, во многом благодаря революции в параллельных вычислениях, сделавшей возможным увеличение точности, компьютерное моделирование стало играть столь важную роль. Многие физические модели легко распараллеливаются. И в этом разделе мы рассмотрим одну очень простую модель такого рода. Простая модель теплообмена. Чтобы продемонстрировать ситуацию, в которой можно эффективно задействовать текстурную память, мы построим простую двумерную модель теплообмена. Для начала предположим, что имеется прямоугольная комната. Итак, где ты? Вот она. Ну, к примеру, да, есть прямоугольная комната. Внутри комнаты, да, которая разбита на одинаковые ячейки. Внутри сетки случайным образом расположены нагреватели разной температуры. То есть вот у нас ячейки, то есть это нагреватели, и они разной температуры. На каждом шаге моделирования тепло переносится из каждой ячейки в соседнюю. Если соседняя ячейка теплее данной, то данная ячейка нагревается. Наоборот, если соседняя ячейка холоднее данной, то данная ячейка остывает. И вот здесь вы видите переносы тепла из теплых ячейок в холодные. В нашей модели теплообмена новая температура ячейки вычисляется как сумма разностей между ее текущей температурой и температурами ее соседей. То есть по формуле, которую вы видите на экране. В этой формуле постоянная К описывает скорость переноса тепла. При больших значениях К система быстро перейдет в равновесное состояние, когда температура каждой ячейки перестанет изменяться. А при малых градиент температуры будет сохраняться дольше. Как и в задаче о трассировке лучей в предыдущем уроке, эта модель не претендует на близость к практически применяемым моделям. На самом деле она не является даже отдаленным приближением к физической реальности. Мы до предела все упростили, чтобы сосредоточиться на применяемой технике программирования. Так, так, где там, ооо, то-то я слышу уже, включились кулеры, видеокарта гудит, гудит страшным образом. Видимо нагружена, да, но уже красивая картиночка у нас тут. Итак, давайте, давайте перейдем. Так, это что у нас? Среднее время на кадрах. Так, ладно, идем дальше. Сейчас рассмотрим два примера. Детали каждого шага мы обсудим чуть ниже. А в целом процедура обновления состояний выглядит следующим образом. Ну, обновление состояния, то есть обновление температур. Итак, первое. Имея сетку входных температур, скопировать в нее ячейки с нагревателями. Тем самым мы сотрем ранее вычисленные значения температуры в этих ячейках, удовлетворив ограничение пространства температуры нагревательных ячейок. Копирование производится в функции copy-const-кернел. Сейчас я ее найду. Так, так, вот она. То есть, это копирование новых температур, короче. Второе. Имея сетку входных температур, нужно вычислить выходные температуры по формуле, которую вы видели. Эта операция, ну, формула там как бы немного изменена, потому что у нас соседей по диагонали нет. У нас есть вверх, вниз, вправо, влево. Вот. Соответственно, у нас эта формула немного изменена. Ну, давайте я так, 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 вот здесь ее примерно напишу, да. У нас там было что-то T новое, ну, T температура была равна T old, вот так вот T old, плюс там сумма, ну, это значок, да, математический, сумма K умножить на температура соседей Tn минус T old. То есть, а сейчас это все вычисляется по такой формуле. Как бы все практически то же самое, но. Ну, ну, T old плюс сумма, сумма чего? Некий коэффициент и дальше. T топ плюс, ну, верхняя ячейка, T bottom, ну, нижняя, да, T bottom, плюс T left и плюс T right. И минус 4 умножить на T old. Вот так вот. Так вот. Вот эта операция выполняется в функции blend, такой kernel, blend kernel. Вот здесь это все вычисляется. Вот у нас всякие offset, ну, короче, с этим, я думаю, вы разберетесь. Здесь вы разберетесь. Тем более лучше разбираться, если вы заранее скачаете с репозиторией эти исходники. И вот в процессе просмотра видео поставили на паузу и разбирайтесь. Так вот, вот здесь у нас мы имеем сетку входных температур и вычисляем выходные температуры. И третье. Нужно обменять местами входной и выходной буферы. Подготовил все для следующего шага моделирования. Теперь входные температуры, вычисленные на шаге 2, то есть вот на этом шаге, становятся входными для шага 1 в следующий момент времени. То есть шаг 1 мы копируем, то есть мы имеем сетку входных температур и копируем в нее ячейки с нагревателем. То есть мы стираем предыдущее, да, там значение. Дальше мы вычисляем данные и потом эти данные опять копируем. Ну и так далее. То есть идет такое моделирование. Перед тем, как приступить к моделированию, предположим, что мы уже сгенерировали сетку констант. Большинство ячеек в этой сетке содержат нули, но в некоторых температура отлично от нуля. Это и есть нагреватель. Буфер констант не будет изменяться во время моделирования и считывается на каждом шаге. Так, на каждом шаге. Моделирование теплообмена построено так, что новый шаг начинается с выходной сетки, построенной на предыдущем шаге. Затем мы копируем температуры ячеек с нагревателями в эту сетку, затирая ранее вычисленные значения. Так делается потому, что по условию температура нагревателей остается постоянной. Копирование сетки констант во входную сетку, как мы уже говорили, производится вот этой вот функцией. Copy.Const.Carnel. Первые три строчки вам уже знакомы. В первых двух строчках пара индексов Thread IDX и Block IDX преобразуют в координаты X и Y. В третьей строке вычисляется смещение от начала буферов, констант и входных данных. Теперь посмотрим на вот эти строчки. Здесь производится копирование температур нагревателей из массива. Так, где он у нас? Ну да, здесь вон еще функция дополнительная. У нас как бы из... мы получаем значение... Ну, 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 какое мы значение получаем? Так, уже запутался. Читаю книгу и смотрю сюда. Так, короче. Здесь производится копирование температур нагревателя во входную сетку, которая находится вот в этом массиве. В этом массиве есть. Вот здесь мы получаем смещение. Дальше получаем значение. Смотрим, если оно не равно нулю. И дальше копируем в эту сетку. Итак, отметим, что температура в некоторой ячейке копируется, только если она не равна нулю. Вот здесь мы и проверяем, не равна ли она нулю. Тем самым мы сохраняем вычисленные на предыдущем шаге значения температуры в ячейках, которые не содержат нагревателя. Самый трудоемкий шаг – это шаг второй. Вот, вот этот. Чтобы произвести обновление, мы можем выделить для обсчета каждой ячейки отдельную нить. Она будет считывать температуры своей ячейки и ее соседей и вычислять новое значение. Техника не отличается от той, что мы видели в предыдущих примерах. Так, это мы вычисляем значение пикселя. Это, я думаю, уже всем давно понятно. Так, ну раз это понятно, мы сейчас к этому еще вернемся. Давайте сначала еще посмотрим, не сначала, а дальше посмотрим на саму анимацию. То есть потом мы сейчас вернемся, ну потом сейчас вот такой, да, каламбур. Потом вернемся к вот этому и разберем, что такое текстурная память. Так, так, вот к самой анимации перейдем, да. Что у нас тут такое. Здесь включен, во-первых, хронометраж на базе событий. Вот, и, 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 и мы меряем. Ну, здесь выводится среднее время, затраченное на один кадр. Каркас анимации вызывает функцию anim.gpu в каждом кадре. В качестве аргументов ей передается указатель на структуру датаблок и количество уже прошедших тактов анимации. Как и в примерах анимации, которые мы рассматривали предыдущие примеры, предыдущих видео, мы используем блоки из 256 нитей, организованных в сетку 16 на 16. На каждой итерации цикла, for, вот на каждой итерации вот этого цикла, вычисляется один временной шаг моделирования. Поскольку структура, вот эта структура датаблок, содержит буфер постоянных температур нагревателей, а также результат последнего шага моделирования, то она инкапсулирует все состояния анимации. И, следовательно, вот эта функция аним.gpu вообще не нуждается в переменной тик. Далее, обратите внимание, что в одном кадре мы выполняем 90 шагов моделирования. Это не какое-то волшебное число, а величина, которая была экспериментально выбрана в качестве разумного компромисса между необходимостью выгружать раст на каждом шаге и вычислением слишком большого числа шагов в одном кадре, что приводит к прерывистой анимации. Если вас больше интересует наблюдение за результатом каждого шага моделирования, чем анимация в реальном времени, вы можете изменить тело функции так, чтобы в каждом кадре вычислялся ровно один шаг. Итак, после вычисления 90 шагов моделирования с момента окончания предыдущего кадра, функция аним.gpu готова скопировать растовое изображение текущего кадра назад в память центрального процессора, поскольку цикл FOR оставил входной и выходной буферы переставленными, мы передаем следующему ядру входной буфер, который в действительности содержит результат, получившийся после 90 шага моделирования. Так, вот, с устройства на хост мы копируем, получаем. Память, ну, эта функция вам тоже знакома. Наконец, чтобы подготовиться к следующей последовательности шагов моделирования, мы обмениваем входной буфер с выходным, поскольку последний будет выступать в роли входного на следующем шаге моделирования. Ну, и вот здесь, вот здесь, конечно же, меряем среднее время. Ну, с этим, я думаю, вы тоже разберетесь. Итак, как же здесь применяется текстурная память? Доступ к памяти в алгоритме пересчета температур на каждом шаге характеризуется пространственной локальностью. Мы говорили, что именно для ускорения работы в этом случае и была придумана текстурная память. Но прежде чем воспользоваться текстурной памятью, надо понять механизм ее работы. Сначала мы должны объявить входные данные, как ссылки на текстуры. Давайте посмотрим эти входные данные. Вот. Мы используем текстуры с плавающей точкой, потому что именно в таком виде представлены данные температуры. Вот мы используем текстуры. Следующая особенность заключается в том, что после выделения памяти графического процессора для всех трех буферов, мы должны привязать эти ссылки к буферам памяти с помощью функции CUDA BIND TEXTURE. Вот. Unbind, а где-то у нас bind. Сейчас. Вот. Выделили память. Далее мы привязываем. Еще раз. Мы должны привязать эти ссылки к буферам памяти с помощью функции CUDA BIND TEXTURE. Здесь мы привязываем эти ссылки к памяти. Итак, тем самым мы сообщаем исполняющей среде CUDA две вещи. Первое. Что собираемся использовать указанный буфер в качестве текстуры. И второе. Что собираемся использовать указанную ссылку в качестве имени текстуры. Идем дальше. То есть после выполнения вот этих шагов уделения памяти и привязки текстуры полностью настроены. И мы готовы запустить ядро. Однако при чтении данных из текстур внутри ядра необходимо вызывать специальные функции, которые говорят графическому процессору, что запросы должны проходить через текстурный блок, а не через стандартную глобальную память. Поэтому для чтения из буферов обычные квадратные скобки уже не годятся. нам нужно получать доступ с помощью с помощью вот такой вот функции text1dfetch. Между глобальной и текстурной памятями имеется еще одно различие. Вынуждающие использовать как бы вот эту вот функцию вместо классического доступа по индексу. Хотя text1dfetch выглядит как вызов функции, на самом деле ее код генерирует компилятор. А поскольку ссылки на текстуры должны быть объявлены глобально в области видимости файла, то мы больше не можем передавать входной и выходной буфере в виде параметра. В виде параметра. То есть если бы мы не использовали текстурную память, то мы скажем передавали бы сюда выходные и выходные параметры. Но мы их не передаем. Вместо этого мы передаем булевский флаг dst out. Который показывает какой входной какой буфер входной, а какой выходной. Соответственно вот здесь мы смотрим это входной буфер или выходной. И в соответствии с этим мы ну как бы как бы как бы работаем с разными буферами. Есть текст in и текст out. Эти буферы как вы видите они глобальны. Соответственно благодаря вот этому флагу ну такому механизму мы работаем с разными буферами. Дальше вот это tl s ну cr это как раз у нас низ вверх там вправо лево это смещение ну разберетесь думаем. Итак ядро вернемся к нашему ядру ядро читает из буфера в котором хранятся позиции температуры нагревателя поэтому 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 вот здесь у нас вот есть буфер да где он где он где он text const src вот поэтому вот здесь вы тоже да видели эту функцию ну перед этим я говорил но я на нее не акцентировал внимание вот теперь акцентирую то есть здесь мы читаем данные не из глобальной а из текстурной памяти ну то есть из текстурного там буфера из текстурной памяти теперь смотрите еще раз вернемся к функции анимации да anim gpu так где у нас это эти изменения вот у нас есть флаг dst out который указывает это входной буфер или выходной так как текстура глобальна и привязана то мы используем флаг вот этот флаг который как раз указывает какой буфер является на данной итерации входным а какой выходным и обмен буферов происходит просто инвертированием скажем так этого флага то есть реального там свапа да ну который мы там вы можете знать который копирует да там меняет местами ну как бы нету мы просто меняем мы держим два буфера и меняем этот флаг так идем дальше после того как мы заканчиваем работать нам нужно очистить ну все наши буферы и перед тем как очищать буферы нам надо как бы отсоединить вот эти привязки то есть мы делали куда бинт текстур и теперь нам надо сделать куда анбинт то есть отвязать текстуры вот ну 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 и че и че у нас получилось ну че у нас получилось вы видите и здесь есть еще второй пример использования этой текстурной памяти то есть я сейчас опять вот это проходить не буду я думаю вы это не спеша можете просмотреть ну и понять что тут происходит то есть это на самом деле не какая-то функция а я уже сказал да это доступ к памяти но не с помощью классических индексов квадратных скобочках а а а а с помощью вот такой функции вместо которой генерится там специальный код итак у нас есть пример один экзампл один есть еще пример два как как уже говорилось некоторые задачи по своей природе двумерны поэтому иногда удобно использовать двумерные блоки и сетки то же самое верно и в отношении текстурной памяти есть много случаев когда полезно иметь двумерную область памяти для человека знакомого с многомерными массивами в стандартном C это неудивительно итак давайте посмотрим как можно модифицировать программу расчета теплообмена с применением двумерных текстур здесь мы применяли одномерные текстуры теперь давайте перейдем к примеру два первое нам нужно было изменить на сами объявления ссылок на текстуры если не указано противного то по умолчанию вот ссылки на текстуры одномерные иначе иначе вот здесь мы указаны иначе мы указали что они двумерные дальше нам придется заменить обращение к текст 1D фетч обращением к текст 2D вот как вы видите перед этим у нас было обращение к одномерной текстуре памяти а сейчас к двумерной теперь в этой функции давайте еще раз посмотрим на одномерную в одномерной нам нужно нужен был какой-то offset нужны были какие-то offset здесь давайте посмотрим на этот вариант нам ну как пишут в книге нам больше не нужна переменная offset которая применялась для линейных смещений top left right и bottom двумерную текстуру мы можем адресовать непосредственно с помощью координат x и y то есть вот здесь как бы вроде уже удобней и и очевидней давайте посмотрим на наш offset ну offset вот здесь используется теперь смотрим первый пример здесь нам нужно было проводить всякие вычисления здесь же с использованием двумерных структур текстур точнее текстур да все гораздо проще ну с этим я думаю вы тоже знакомы уже была задача да где уже не помню что там задача была где использовалась двумерная индексация итак идем дальше далее после перехода на текст 2d на вот эту функцию уже не нужно беспокоиться о выходе за границы массива если x или y меньше нуля то текст 2d вернет значение находящееся в позиции у которой соответствующая координата равна нулю здесь же мы проверяли всякие значения там если x равно нулю то что-то там смещению смещение смещение или не проверяли вроде нет ладно так где у нас примеры короче после всех этих изменений когда мы работаем с двумерными массивами и с двумерными представлениями наш код становится более ясным и компактным ну и дальше следующее изменение следующее изменение конечно же еще в копе конст кернел да здесь точно так же надо изменить текст 1d на текст 2d дальше дальше функции main где у нас функция main вот да точно так же нужно уже вызывать вот давайте посмотрим на предыдущую функцию main как мы там биндели текстуры да так где ты вот это какой пример ну вот здесь я вынес первый вариант одномерные текстуры и второй вариант двумерные текстуры вот в чем различие ну как вы видите во втором варианте больше параметров потому что нам конечно же надо обязательно указать еще размерность ну наши текстуры в данном случае там dim на dim потому что это двумерный массив да ну и если если сравнить производительность то она практически такая же то есть выбор двумерной текстуры или одномерная тут уже такое дело вкуса ну как бы двумерный при работе с двумерными текстурами как бы немного проще код и яснее чем с одномерной ну для этого как бы это все и было разработано да чтобы упростить чтобы максимально упростить программистам накуда работу соответственно если у вас одномерные массивы работаете с одномерными если двумерный то двумерный с двумерными способами итак резюме как и в случае константной памяти преимущества текстурной памяти отчасти обусловлены кешированием внутри процессора особенно это заметно в таких приложениях как моделирование теплообмена характеризующихся пространственной локальностью доступа к данным также вы увидели что можно использовать одномерные и двумерные текстуры с примерно одинаковыми характеристиками производительности как и в случае блока или сетки размерность текстуры выбирается в основном из соображений удобства поскольку при работе с двумерными текстурами код становится немного чище а выход за пределы массива обрабатывается автоматически то в задаче о теплообмене мы пожалуй остановились бы на двумерных текстурах ну и на сегодня я думаю все я вначале конечно же там наплужил я думаю вы заметили наплужил только в том плане что был пример как бы без текстурной памяти а я уже показывал текстур блин пример с текстурной памятью и когда я это понял было уже поздно поэтому конечно же у меня уже нет времени но если вы хотите закрепить это все то попробуйте попробуйте добавить здесь еще ну к примеру вот смотрите есть example 1 example 2 да ну это там одномерной двумерной текстуры а попробуйте example 3 сделать не используя текстурную память ну просто убрать вот эти вот эти вот эти текстуры и просто обычные массивы да и и ну вам что нужно сделать вот это убрать заменить на обычный массив массив температур все можно двумерный массив дальше 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 блин где тут вот убрать вот это ну это доступ да к одномерной текстуре а этот доступ надо убрать нужно просто классическая индексация к одномерному массиву соответственно ну или двумерному массиву соответственно вот сюда нужно будет еще передавать передавать второй массив то есть это будет input а нам нужно будет еще не это выходной мы в него копируем а здесь константной указатель на float будет тех данных которые мы будем копировать сюда соответственно вместо вот этого c и доступа к текстурной памяти у нас должно быть что-то сейчас что-то типа такого так вот здесь давайте ну к примеру к примеру к примеру вот здесь будет o ptr вот так ну типа константный какой-то массив o ptr ну и здесь какой-то будет индекс а индекс у нас вот здесь он вычисляется вот вот так во ну то есть вместо этой функции короче я думаю вы поняли то есть убрать все что связано с текстурами и перенести на обычные буферы и я думаю я думаю я думаю будет будет разница производительности ладно я сейчас попробую быстро это сделать если не получится быстро то извините ну я вот сейчас нажму на паузу а потом попробую короче я это сделал фух и знаете что самое смешное ну я думаю вам это тоже будет полезно знать если вы вдруг будете читать какие-то какой-то старый материал то чтобы знали что все может быть уже не так смотрите использование текстурной памяти среднее время на кадр 300 миллисекунд использую не использование текстурной памяти запускаем как мы видим и анимация красивее пошла среднее время 57 миллисекунд смешно наверное в книге говорили что все будет быстрее я подозреваю что ну что я могу подозревать что где-то я возможно использую не то количество нитей нужно использовать но чтобы ускорить конкретно для конкретной видеокарты возможно нужно менять эти значения не знаю вряд ли конечно же возможно но но что я здесь здесь нету example 0 здесь нету текстур здесь передается blend kernel два массива входной ну тут который входной и выходной то есть вот здесь производится по той формуле вычисления дальше дальше вот здесь swap меняется массивы местами ну скорее всего не массива просто указатель дальше дальше вот я передаю входной константный массив потом выходной входной ну короче короче и вот такая вот фишка да что с константной ой блин а с текстурной памяти у меня чего-то можно сказать в 6 раз ну давайте в 5 скажем ну в 6 раз производительность просела в чем загадка если вы разберетесь ну к примеру может быть кому-то интересно то конечно же напишите в комментарии что не так хотя возможно у кого-то есть старенькая видеокарта с поддержкой nvidia куда да и и текстурная память будет работать быстрее потому что что-то в предыдущем примере по поводу константной памяти какие-то косяки она почему-то не работала быстрее и здесь поэтому я я даже не знаю что сказать ну ценность урока я думаю все равно есть какая-то вот ну и самая большая ценность в том что нужно всегда замерять время как в книге которую я зачитываю совершенный код там всегда говорилось прежде чем что-то делать или улучшать вы замерьте а действительно ли там эти улучшения приведут к ускорению да так и здесь лично вот по этой книге вот на этом ноутбуке на этой видеокарте лично у меня никаких ускорений нет а даже просела я наверное неправильно использую то есть наверное это вполне возможно и ну это жесть да нужно учиться я бы подытожил нужно учиться программировать и использовать правильно текущие настройки текущие возможности видеокарты ну и соответственно правильно загружать короче не буду больше вот это вот рассусоливать как говорится у нас пишите комментарии если вы поняли почему и разобрались почему вот такие странные результаты ну и все такое в общем подписываемся делимся комментируем ставим лайки и так далее всем спасибо за внимание всем пока субтитры